МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Как всегда, в это время по вторникам в эфире телерадиокомпания Щелкова, программа «Диалог» и я ее ведущий Сергей Дадыко. Напоминаю, что программа наша идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 596, это код города, 496, простите, код города, 567-1440 и 567-1450, и задавать свои вопросы моему сегодняшнему гостю. А в гостях у меня сегодня начальник управления координацией деятельности медицинских и фармацевтических организаций номер 5 Министерства здравоохранения Московской области Владислав Мерзонов. Добрый вечер, Владислав Александрович. Добрый вечер, Сергей Михайлович. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Начнем, так скажем, по горячим следам. Буквально сегодня утром в первой плане дня у нас в Щелкове состоялось выездное заседание комитета Московской областной думы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики. Заседание это было посвящено в основном строительству перинатального центра у нас в Щелкове. Присутствовали там, как было отмечено, 6 депутатов из 25 имеющихся, то есть практически четвертая часть, что, в общем, подчеркивает важность этого события и, соответственно, важность того вопроса, который поднимался. Поэтому вначале я предлагаю посмотреть короткие фрагменты выступлений, кто выступал на этом заседании. Потом уже перейдем непосредственно к вопросам. В Щелковском перинатальном центре его будет курировать также маниак. Это наш Московский областной научно-исследовательский центр, также высокого уровня, который занимается всегда сахарным диабетом, женщинам с тяжелой патологией. Они также будут оказывать курацию этого перинатального центра. Здесь будет располагаться база маниага. И женщины с эндокринами и заболеваниями также будут здесь наблюдаться. Мы сегодня уже увидели здесь, на Щелковской земле, что главный врач учреждения приехал из другого региона страны. Нам очень приятно, что вы будете работать на территории Московской области. Что она подбирает команду высококлассных специалистов, я бы сказал, звездочек, которые будут привлекать сюда наших роженец, наших молодых будущих мам. В Щелковском районе вот такой комплекс по линии медицины, здравоохранения, это, пожалуй, за многие десятилетия единственный. Это объект, который жителями Щелковского района очень востребован, очень ожидаем. Он будет являться определенной точкой роста для вообще развития здравоохранения в нашем районе. Соответственно, первый вопрос, наверное, такой, насколько важно не только для нашего района, но и вообще для Подмосковья в целом открытие этого перинатального центра. Сергей Михайлович, ну, наверное, я начну именно с мероприятия, которое прошло сегодня. Потому что очень приятно, что работу комиссии, депутаты нового созыва, первую работу комиссии начали именно с нашего района. То есть пристальное внимание к району, к строительству перинатального центра, постановка задач, ознакомление с проблемами, с вопросами. Ну, то есть активное участие областной думы именно в нашем районе. Это знаково, наверное, это, прежде всего, оценка совместной работы. Работы Министерства здравоохранения, администрации, правительства, думы, ну и, конечно же, администрации Щелковского района. И, безусловно, то, что объект перинатальный центр – это объект первостепенной важности, даже не то, что для района, а для области, ну, хотя бы исходит из того, что у нас всего четыре объекта такого уровня, которые сейчас завершаются строительством, готовятся к эксплуатации в Московской области. Для района, опять-таки, что это приносит, да, что это даст, ну, мы ждали роддом новый. Была необходимость строительства роддома. Сегодня Владимир Николаевич Шапкин депутат, он тоже, вот у него, его дочь родилась в старом роддоме. Еще тогда, в 80-е годы, говорили о необходимости строительства нового роддельного дома. Уже не хватало тогда места, да? Да, то есть стесненные обстоятельства, старое здание, новые требования к площадям, к оборудованию, к размещению, к условиям пребывания, прежде всего. И, наконец, мы сейчас уже видим объект, который завершается строительство, который будет в ближайшем время вводиться в эксплуатацию, соответствующий всем мировым стандартам, всем необходимым критериям для того, чтобы там и вынашивали беременность, и рожали, и получали первую помощь новорожденные дети, и работали сотрудники в условиях, которые бы были не просто хорошие, а комфортные. И самое главное, оснащение центра позволяло бы делать помощь, медицинскую помощь на очень высоком профессиональном уровне. Ну и то, что мы сегодня вот слышали, что каждый центр перинатальный, он будет нести определенную специализацию, еще плюс ко всему, то, что у нас планируется и диагностическое подразделение мощное, и хирургическое, эндокаринологическое направление. Это тоже, в общем-то, как бы и приближает помощь, и дает, ну, наверное, так, для населения более доступную возможность получения высококлассной медицинской помощи. Ну вот, как раз мы услышали, что Ирина Геннадьевна Солдатова, замминистра здравоохранения, сказал, что у нас будет такая некая специализация по эндокаринологии. Еще же, видите, сейчас одновременно строятся еще два перинатальных центра, один в Нарофоминске, один в Коломне. Нарофоминск, опять же, звучало на свидании, будет специализироваться на кардиологии, то есть, ну, естественно, для тех, кто рожает с какими-то отклонениями в сердечно-сосудистой системе, да, Коломна, да, по заболеваниям мочеплавовой системы, соответственно, наша по эндокринологии. И опять же прозвучало такое, опять же, по-моему, из уст Ирины Геннадьевны, что наш перинатальный центр, он вроде как такой идет северное направление, и сказал, что приезжать к нам, он будет обслуживать еще и жителей, жительницу, уж так скажем, да, и Мытищи, и Дубны, и Дмитрова, ну, в общем, север Московской области. Вот, если все сюда будут ехать, хватит места нам, тем более, что сейчас роддом наш уже закрыли, да, персонал трудится в Королеве, они вернутся на свое место или как дальше? Сергей Михайлович, ну, отвечу, наверное, так скажем, последовательно на несколько Ваших вопросов. Да, действительно, перинатальный центр подразумевает определенное количество родов. Мы ожидаем, что на первых порах это будет 3 тысячи родов в год, потом увеличение до 4 тысяч, ну, и максимальная возможность родов, это до 6 тысяч родов в этом перинатальном центре. Хватит ли места для всех? Как это будет осуществляться? Ну, надо понять, что перинатальный центр – это все-таки медицинское учреждение третьего уровня, где будут концентрироваться пациентки с патологией, где будут оказываться помощь и вынашиваться дети, которые родились с той или иной патологией или… Раньше срока. …недоношенные дети, да, с малым весом раньше срока. И, безусловно, потребность в таких койках, в такой помощи, она есть. Родильные дома первого уровня, которые есть у нас и рядом, они не будут закрываться, они будут функционировать. Где будут, ну, так скажем, роды здоровых женщин, здоровых детей. И, в общем-то, это будет и доступность родовая, пошаговая. Ну, а с течением времени мы посмотрим, то есть, понимаете, как это все равно будет оцениваться по востребованности, по необходимости, по загрузке, безусловно, революционных никаких решений приниматься не будет. Что касаемо персонала, который работает, мы, прежде всего, сейчас уже имеем тот костяк кадровый, который работал в родильном доме. Это то, что будет основой для сотрудников нового перинатального центра. Близлежащие родильные дома с Фрязиным. Мы рассчитываем на их персонал, который перейдет, будет здесь работать. И то, что вы сегодня слышали, да, действительно, для того, чтобы перинатальный центр стал ярким, чтобы он привлекал к себе пациенток, так скажем, да? Да, да, женщин из ближайших районов, из Москвы, чтобы было наполнение, безусловно, должны работать люди. Потому что, прежде всего, пациент идет на врача. Роженицы идут на акушера. Вот, и поэтому не зря такая задача ставится губернаторам, набрать звездочек. Да, людей, которые уже себя зарекомендовали как профессионал с большой буквы, как высококлассные специалисты. И именно концентрация их вот в таких перинатальных центрах, наверное, позволит сделать ярким, значимым и привлекательным не только насыщение оборудования, не только комфортные условия, а прежде всего специалисты высочайшего уровня. Ну вот, если можно, еще приведу, опять же, для наших зрителей несколько цифр, которые прозвучали сегодня на заседании. Это именно как раз обеспеченность еще строящихся перинатальных центров, вот этих трех центров, обеспеченность их кадрами. Вот, Щелково, так скажем, впереди всех. Я просто запомнил эти цифры, да, что у нас уже есть 24 врача вошли в штат, ну, так скажем, по крайней мере, если еще не работают, поскольку центр не открыт, но которых уже взяли в штат. Соответственно, в Наро-Фоминске 20, а в Коломне всего 9. Вот, можете как-то сказать, что почему это у нас хорошо? Сергей Михайлович, ну, я еще раз говорю, мы стараемся сохранить тот кадровый потенциал, который у нас уже работает. И плюс уже сейчас подъехали и начали работу здесь специалисты с других регионов. Руководитель перинатального центра Ирина Валерьевна Виноградова прибыла к нам с Чувашей, где она возглавляла перинатальный центр. То есть у нее опыт и организация работы перинатального центра, его функционирование, полные загрузки. Что человек знаком, знает как, как привлекать. Ну и, безусловно, помощь Министерства здравоохранения, помощь замминистра по детству и родовспоможению, Солдатова Ирины Геннадьевны, которая активно, в общем-то, подыскивает кадры, активно привлекает. Помощь администрации, которая создает условия для привлечения специалистов. Наверное, вот эта вся совокупность факторов и сыграла. То, что мы сейчас чуть-чуть обгоняем другие. Но, опять-таки, полная загрузка будет только уже после того, как будет создано юридическое лицо, когда будет максимальная готовность к функционированию и работе учреждения. Ну и, может быть, наверное, фактор сыграл такую роль, что пристальное внимание со стороны руководства области, не только района, наши районные власти вообще практически там бывают. Каждую неделю даже бывает и не один раз в неделю, как идут работы. Конечно, немножко затормозилось строительство из-за того, что сменили подрядчика. Но сейчас вроде ситуация выправляется. В августе, насколько я помню, побывал Андрей Юрьевич Воробьев на строительстве принадательного центра. Потом уже буквально каждые две недели приезжало руководство области разного уровня. Поэтому предлагаю посмотреть еще один сюжет, который съемки были сняты буквально с интервалом в две недели. Совсем скоро эти аисты будут не просто украшать фасад здания, но и символизировать появление малышей на этот свет. Работы в перинатальном центре в Щелкове выходят на финишную прямую. Открытие учреждения ждут с нетерпением и в Щелковском районе, и в Московской области в целом. Ход работ контролируют в региональном правительстве. Так, выездное совещание на объекте провел министр строительного комплекса Подмосковья Сергей Пахомов. С учетом того, что была совершена сделка по покупке компании «Мортон», у нас очень было важно, чтобы те обязательства, которые были взяты компанией, компании «ПИК» были выполнены в полном объеме. Перинатальный центр – объект поистине уникальный. В отличие от обычного роддома, центр будет обеспечен усиленной реанимацией, возможностью ухаживать недоношенных детей весом от 500 граммов и помогать беременным женщинам с патологиями. После сдачи в эксплуатацию центр будет рассчитан на 150 мест в стационаре, а женская консультация сможет принять до 250 посетительниц в день. На объекте сейчас работают 300 человек. Ведется отделка помещений, благоустройство прилегающей территории. Чтобы первые роды здесь могли принять как можно быстрее, темпы строительства необходимо наращивать. Об этом во время визита на перинатальный центр говорил зампредправительства региона Герман Елянюшкин. У компании подрядчика сменился собственник. И в связи с приостановкой финансирования была некоторая задержка. Мы достигли договоренности, что со среды здесь будет работать уже более 500 человек. У нас в планах сдача в декабре, пусконаладочные работы и в январе месяц завершение всех работ. Так зампредправительство планирует и в дальнейшем строго следить за ходом работ. На ближайшее время запланировано совещание со всеми субподрядными организациями. Мы уже подробно узнали о кадровом обеспечении перинатального центра, о том, как идет строительство. В конце декабря уже должны сдать, по крайней мере, строительную часть. Естественно, вопрос стоит о том, вопрос начинки, так скажем, как идет снабжение оборудованием медицинским. Там же все будет по последнему слову техники, должно оборудовано быть. Как сегодня мы на совещании услышали, что основные позиции оборудования уже закуплены, уже начинаются поставки этого оборудования. Какое-то оборудование уже монтируется сейчас на этапе строительных работ, где монтаж оборудования тесно связан с этим процессом. Это тяжелое диагностическое, рентген-диагностическое оборудование. И, в общем-то, ожидаем мы, что у нас будет готовность где-то к апрелю месяцу. В общем-то, пока мы ставим такие задачи, что будет полностью оснащено все, и первой роды будем готовиться принять в апрелю месяце. Уже в апреле? Ну, по крайней мере, задачи такие стоят. Сейчас будет уже создаваться как отдельное юридическое лицо это подразделение, это учреждение. Так что планы такие, будем стараться их выполнить. Ну, если строительство перинатального центра находится, так скажем, на совсем завершающей стадии, то другой центр, в котором, может быть, не так много людей нуждается, но, тем не менее, очень, конечно, важный. Это, я имею в виду, строительство гемодиализного центра у нас в Шелкове, которое вот уже началось. Если можно, чуть подробнее об этом проекте. Да, это очень интересный проект, и тут, конечно же, хочется поблагодарить наших депутатов. Именно инициатива депутатов областной думы, их энтузиазм и напор позволил этот проект вывести теперь на состояние уже реализации. Потому что гемодиализный центр, его наличие здесь не то, что обусловлено необходимостью, крайне жизненно необходимо. И у нас очень много пациентов, остро нуждающихся в этом виде медицинской помощи, которые вынуждены ездить в другие районы, а то и в удаленные районы для получения вот этой необходимой медицинской помощи. Гемодиализный центр, проект полностью как бы инвестиционный, предоставлен земельный участок. Мы все были вот летом на событии закладки капсулы. И сейчас это интенсивно двигается вперед. Мы ожидаем завершения и начало и ввода в эксплуатацию, так скажем, уже в 2017 году. То есть сроки здесь тоже достаточно сжаты, но по ходу выполнения работ мы видим, что этот проект будет реализован. И пока ничего не вызывает опасения, что срок будет несколько отложен. Поэтому на 2017 год мы ожидаем, что этот центр заработает. И оснащен он, безусловно, будет новейшим оборудованием, которое уже, в принципе, я знаю, что аукционы объявляются. Так что оснащение будет по последнему слову техники. Но оборудование наше все в свете импортозамещения или все-таки допускается использование каких-то иностранных фирм? То для этого медицинской помощи используется оборудование, которое, так скажем, соответствует классу международного уровня. Поэтому все самое лучшее будет поставлено в этот медицинский центр. Ну вот мы, собственно, поговорили о том, что будет. Теперь, наверное, придется перейти к тому, что уже есть. Я имею в виду к ныне существующим и больницам, и поликлиникам в нашем районе. Ну, в основном, конечно, они сосредоточены в Щелкове. Народу больше стал за последние годы. Вот как справляются наши медучреждения с наплывом новых жителей, так скажем, и новых пациентов? Ну, здесь, если позволите, я, наверное, бы должен отчитаться по выполнению ремонтов еще, которые у нас идут. Потому что я знаю наверняка, что наши телезрители ждут от меня этой информации, так как программа капитальных ремонтов и, так скажем, переинформатирование наших уже действующих учреждений идет два года. И ждут результатов. Поэтому хочется сказать, на каком этапе сейчас у нас в учреждениях это. Дело в том, что программа, почему она так медленно двигалась, связана с тем, что заложены были большие средства, и у нас большие площади должны были войти в ремонт. И потребовало это подготовки не только сметной документации, но и проектов. И вот с подготовкой проектов, с разыгранием аукциона, фактически год, вот весь предыдущий год мы занимались этим, и часть документации мы готовили и в этом году. Но сейчас я могу сказать уже, немножко успокоить наших телезрителей, что дело уже сдвинулось. Мы начали реализовывать капитальные ремонты. У нас идет ремонт скорой медицинской помощи на двух подстанциях. У нас начнется уже ремонт в больнице в основном, в лоротделении. Сегодня как раз было совещание после областной думы, дирекции единого заказчика. Выездная также было совещание с подрядчиками, с руководителями наших лечебно-профилактических учреждений, с представителями администрации, где обсуждались вопросы сроки освоения средств, завершения капитальных ремонтов. На всех учреждениях, на всех объектах работы мы начнем. Средства, которые не будут использованы в этом году, мы знаем, что они будут перенесены на следующий год. В общем, все, что запланировано, мы сделаем. А что сделано уже сейчас, и новые объекты, которые мы били, как вы правильно сказали, интенсивно строятся микрорайоны. И, безусловно, где-то это досталось вот такое наследство и администрации района, и, безусловно, легло тяжелым временем на медицинские учреждения, которые работают, что во многих новых районах не были заложены объекты здравоохранения. Поэтому совместными усилиями было открыто два офиса врача общей практики. Это микрорайон Богородский, микрорайон Лукино-Варина. Чтобы хотя бы снизить нагрузку на действующие поликлиники. Вот Богородский – это первая поликлиника. Ну, и также поликлиника в поселке Свердловске на Лукино-Варине. Разгрузить и очереди, и нагрузку. Конечно же, это не окончательный выход. Конечно же, это временное решение проблем. Да, рассматриваются награды в строительных советах, и на комиссиях вопрос полноценных строительства и эксплуатации новых поликлиник, новых медицинских учреждений. Но вот эти шаги, которые мы делаем, это все-таки от малого к большему. То, что можно сделать здесь и сейчас быстро. Мы и дальше будем двигаться в этом направлении, улучшать доступность, но и не забывать, что нам нужно глобальное решение этого вопроса. Ну, и также мы вводим новые объекты и на селе. У нас открыт в этом году фельдшерско-акушерский пункт в поселке Клюквином. В следующем году мы также планируем открыть фельдшерско-акушерский пункт Душеного. Также у нас есть в перспективе на следующий год реализация проекта передвижных фельдшерско-акушерских пунктов, что для сельского населения улучшит доступность. И, конечно же, наверное, первостепенной задачей – это привлечение медицинских кадров, которых не хватает не только из-за того, что мы не можем привлечь, привлекаем достаточно много, но в связи, опять-таки, с активным заселением уже вводимых в эксплуатацию, количество приписанного прибывшего населения возрастает, и мы за этой, так скажем, гонкой несколько не успеваем. Отставание есть. Не складываем себе ответственность, не опускаем руки, будем работать. У нас по дорожной карте 54 врача должно быть привлечено в этом году. Это в целом по району? Да, в целом по району. Также, безусловно, мы будем привлекать. И в следующем году изменения в законодательстве, опять-таки, депутаты нас слышат с следующего года, вводят некоторые новшества по получению узкой специализации, и поэтому выпускники медицинских институтов должны будут отработать 3 года в первичном звене. Поэтому мы ожидаем приток специалистов в поликлинике и улучшение состояния первичного звена, то есть участковой службы. Надеемся, что это существенно облегчит состояние, так скажем, наших медицинских учреждений и улучшит оказание медицинской помощи населению. То есть мы возвращаемся, вот я просто по поводу отработки трехлетней, возвращаемся к советским временам? Не совсем так. И потом, как, вот если можно, объясните, да, вы говорите, обязательно отработать в первом звене. То есть студент обучался на хирурга, да, и тем не менее должен терапевт поработать в 3 года? Не совсем так, это не обязательное распределение. Просто сейчас отменена интернатура, и узкую специализацию может любой студент получить после отработки на территории в первичном звене. Наверное, это и правильно, уже общение с людьми, уже четкое понимание своего желания не вот на институтской скамье, где-то фантазии, где-то, может быть, так скажем, амбициозные какие-то идеи, а непосредственно поработав с людьми, с пациентами, может быть, ему и понравится работа и участковой службы, и работа врача общей практики. Или же уже поработав, он четко поймет, что его выбор, его идея была правильной, абсолютной. Ну и будет он, естественно, становиться специалистом того профиля, которым захочет быть. Спасибо. Хочу напомнить нашим зрителям, что у меня в гостях сегодня начальник управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций номер 5 Минздрава Московской области Владислав Мирзонов. Программа идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 496-567-1440 и 567-1450 и задавать свои вопросы, связанные с обеспечением здравоохранения в нашем районе. Ну а сейчас у нас короткий перерыв. Оставайтесь с нами. Буквально через несколько минут мы вернемся в эту студию. Продолжаем программу «Диалог». Напоминаю, что сегодня в гостях у меня начальник управления координацией деятельности медицинских и фармацевтических организаций номер 5 Минздрава Московской области Владислав Мирзонов. Еще раз добрый вечер. Звоните к нам в студию по телефону 567-1440 и 567-1450 и задавайте свои вопросы, связанные с работой учреждений здравоохранения. Вы, Александр Александрович, вот мы коснулись в первой половине нашей программы вопроса строительства перинатального центра, вопроса строительства гемодиального центра, который уже скоро, наверное, тоже должен появиться в нашем районе. Вы сказали, что одним из, так скажем, факторов снижения очередей в поликлиниках является, естественно, ремонт ныне существующих учреждений, расширение, добавление каких-то новых функций. Сказали, что идет сейчас такая работа на двух подстанциях, и в больнице, и в одной поликлинике. Я вот сейчас предлагаю посмотреть еще один видеосюжет, как раз посвященный ремонту учреждений, чтобы можно было еще как-то более предметно поговорить. Итак, давайте посмотрим. Ремонт, которого ждали. В Щелковском районе приступили к ремонту восьми учреждений здравоохранения. На Монинской подстанции скорой медицинской помощи компания КРАД капитально ремонтирует входную группу. Работы идут по графику. Крыльцо использует бригада неотложки и пациента, расположенного в этом же корпусе дневного стационара. Обновляет подстанцию не только в Монино. Масштабные капитальные работы ведутся в помещениях скорой на улице Советской в Щелкове. Но несмотря на то, что медикам придется дежурить в стесненных условиях, график круглосуточного дежурства нарушен не будет. Объемы работ на сегодняшний момент мы смогли все проконтролировать. То есть и на каждом объекте график выполняется так, как положено. В городской поликлинике номер 3 микрорайона Щекаловский выполняется ремонт входных групп во взрослое детское отделение. Внутри учреждение поделено на самостоятельные функциональные зоны по выдаче медкарты и приему звонков пациентов. Они помогут врачам сократить время ожидания в очереди. Мощность поликлиники составляет 280 посещений в смену. У меня остается только добавить для наших зрителей, что как раз все три объекта, которые мы сейчас посмотрели, все должны быть уже полностью сданы в эксплуатацию в конце этого года, до Нового года. Ну а к вам, Вы, Савси Александрович, вопрос такой. Много ли еще таких учреждений, наших медицинских учреждений требует ремонта и откуда деньги берутся на этот ремонт? Много. У нас запланирован ремонт второй детской поликлиники, первой поликлиники, первой больницы детского отделения, кровли. У нас запланирован ремонт второй больницы, Щелковской районной больницы номер два. Это и урологическое отделение, и хирургического корпуса, и поликлиники. В поликлинике уже на настоящий момент демонтажные работы проведены. Вышел туда подрядчик. Сроки нас пока не устраивает. Сегодня мы об этом сказали, что фактически приостановлено подрядчиком работы сейчас. На совещании мы обозначили. Завтра подрядчика вызывают в ДЭС для решения вопроса об ускорении темпа строительства. Также уже начата подготовительная демонтажная работа для установки компьютерного томографа в хирургическом корпусе второй больницы. Сегодня же на совещании обозначили, что будет ремонтироваться фасад второй больницы, чтобы было единое дизайнерское решение с перинатальным центром всего медицинского блока. Поэтому работы еще много. Мы сейчас только начали. Я, наверное, повторюсь, что дело сдвинулось с той точки в подготовке проектно-сметной документации, прохождения экспертизы, работы начатой и средства, которые мы не освоили в этом году, они уже подтвержденно переносятся. То есть работы не будут приостановлены и будут продолжаться. Почему это важно сейчас? То есть там, где мы начали работу, мы доведем до конца и не получится так, что что-то разрушив, не доделаем. Ну и также хочу сказать, что у нас ни один объект, несмотря на то, что будут вестись ремонтные работы, не будет приостановлено и закрыто. Наши пациенты будут получать всю необходимую медицинскую помощь. Ну и еще в качестве иллюстрации, вот к тому, о чем вы уже говорили, в начале осени открылся фельдшерский пункт в поселке Клюквины. Я предлагаю нашим зрителям посмотреть сюжет на эту тему, о том, как это просто красиво выглядит. Приятные моменты. Давайте посмотрим. Медицинские услуги в шаговой доступности. Одним из наглядных примеров воплощения этого принципа в Щелковском районе стал фельдшерский акушерский пункт в поселке Клюквиной. Открытие ФАПа состоялось в рамках областной программы здравоохранения Подмосковья. Большое событие для развития инфраструктуры бывшего военного городка. У нас в Щелковском районе много военных городков. И вот Клюквиной, благодаря усилиям всех в этой власти на уровне Московской области, на уровне района, на уровне поселения, вот здесь уже началась такая точка роста. Это маленькая радость у нас у всех. Но в душе каждого человека, который проживает в поселке Клюквин, это огромная радость. Потому что здесь рядом, в этих 108 метрах, будет оказана квалифицированная медицинская помощь. Спасибо Министерству здравоохранения о том, что все-таки, когда мы в 2014 году, была объявлена программа губернатора СТОФАПа под Москву, поддержали нас и включили два ФАПа сельского поселения Огоневска. Это здесь Клюквина в первую очередь и в вторую очередь село Душеново. Новый ФАП площадью более 100 квадратных метров оснащен всем необходимым и соответствует стандартам доступной среды. Практически по всему периметру помещений расположены поручни для лиц с ограниченными возможностями здоровья. На входе есть пандус. Предполагается, что новый пункт будет принимать порядка 800 человек в год. Для местных жителей новый ФАП – большое подспорье. Ранее, чтобы посетить учреждение здравоохранения, им приходилось преодолевать многокилометровый путь. В общем, больше ФАПов, хороших и разных. Владислав Александрович, насколько решат такие пункты проблему обеспечения жителей медицинской помощи? Насколько квалифицированы там врачи? С одной стороны, фельдшерские, даже не среднее звено, наверное, медицинская. Среднее-среднее звено, да. Ну, а кушерский пункт, значит, там и роды могут принять тоже? Ну, мы сейчас стараемся созданием перината центров от этой практики XIX века уйти. Но уж, как говорится, если вдруг что-то случится, то не дома хотя бы, да, при помощи медицинского работника. Приятное событие, которое мы сейчас посмотрели, действительно приятное, вызывает улыбку. Потому что пусть маленькая, но победа, и, опять-таки, это, знаете, положительный фактор движения вперед. Что то, что мы планируем, оно шаг за шагом делается и к своему логическому завершению приходит. Посмотрите, какие условия мы сейчас увидели. Это новые стандарты, новые требования к медицинским учреждениям, к качеству оказания медицинской помощи, созданию условий, прежде всего, для наших пациентов, ну, и для медицинских работников. Вот здесь и тепло, комфортно, красивые цвета подобраны. Конечно же, сюда приятно. Ну, и жить можно, соответственно, там же. Да, 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 приятно заходить. Не вот древние приспособленные помещения, где-то перекосившиеся. Ну, это мы, к сожалению, с вами и видим, и видели, и видим. И еще работать и работать в этом направлении. Но вот эти вот новые объекты, они именно и показывают новое лицо, новые требования к системе, к новым стандартам оказания медицинской помощи, о чем неоднократно говорит Андрей Юрьевич. То, чтобы наша среда стала не только доступной, но еще комфортной и удобной. И, конечно же, и для медицинских работников. Потому что одним из факторов, наверное, привлечения кадров, это создание комфортных условий работы. Когда неоснащенное учреждение приспособленное, маленькое, ну, приходят люди в поисках, когда я работаю, и откликаясь на наши вакансии, которые мы выставляем на всех сайтах, на всех возможных порталах, приходят, посмотрят и выбирают все-таки в учреждения другие, где более комфортные условия. Несмотря на то, что они там могут дальше находиться. Да, да, да. Пусть дальше ездить, но зато работать приятно. Ну, а здесь мы увидели, что фельдшер и живет непосредственно во второй половине этого ФАПа. Эта идея заключается в том, что медицинский работник, он всегда фактически на рабочем месте. И то, что даже если вот то, о чем вы сейчас сказали, Сергей Михайлович, надо будет рожать, и вот-вот, медицинский работник, он рядом, он окажет помощь. Денис Александрович, у нас есть звонок наших зрителей, давайте послушаем, потом продолжим наш разговор. Итак, добрый вечер, слушаем вас в эфире. Здравствуйте. Жительница поселка Мунина. Я хотела бы узнать, что с нашей Мунинской больницей? Я думаю, что руководство видело, в каком состоянии находится, что с ремонтом. Потом, в последнее время, очень много говорят об объединении больниц. Спасибо за вопрос. Он очень правильный, своевременный. Ну, Мунинская больница, вот, в свое время построенная, она и сейчас отвечает, в принципе, всем необходимым требованиям для медицинского учреждения этого уровня. Но то, что нужно туда вкладывать средства, это видно всем, в том числе и при административных обходах, то есть при представлении программ, когда посещала первый заместитель, председатель правительства Ольга Сергеевна, забрала это учреждение. Ее было распоряжение подготовки смертной документации на включение в программу ремонтных работ. У нас есть на настоящий момент смертная документация на 200 миллионов рублей, необходимы для капитального ремонта и приведения в надлежащий вид, как внутренних помещений и отделений, так и крыльца, отмостки, фасадов. То есть, да, в проект развития 17-20 программу в эту Мунинская больница входит. То, что касается объединения, тоже все абсолютно верно. Мы сейчас разрабатываем обоснование медико-экономическое о слиянии медицинских учреждений в одно юрлицо. Вот для чего это делается? У нас сейчас на настоящий момент 19 медицинских учреждений, очень много разрозненных стационаров, которые имеют лишь один профиль оказания медицинской помощи. И жители района, обращаясь в ту же Мунинскую больницу или в больницу, допустим, Трубино, где вот, так скажем, по заболеванию терапевтического профиля, когда выявляется у него заболевание сопутствующее или просто неверное диагностирование, ему нужен кардиолог, невролог или хирург, он вынужден из той больницы выписываться, переводиться в другую больницу, что и затрудняет и по времени, делает это более длительным. Это неудобно для пациента. Создание одного юрлица, но позволит, прежде всего, в тех же помещениях с кадровым персоналом, то есть ни одно медицинское учреждение закрыто не будет. Будут функционировать все медицинские учреждения, работать весь персонал, только мы видим, что будет это функционировать намного эффективнее. Это позволит, прежде всего, использовать коечный фонд более интенсивно, использовать койки по, мы знаем, что у нас есть по ряду заболеваний сезонность наполнения, что, допустим, хирургические койки, они все-таки это ближе осень-зима заполняются, что у нас есть определенные заболевания, которые больше летом заполняются. А если имеет учреждение только профиль, то получается, что половину года оно не работает в полном объеме, половину года перегружены и вынуждены лежать в коридорах, в отделениях. То есть это вторая причина объединения юрлица. Ну и третья причина – это материально-техническое обеспечение и улучшение диагностической базы. Не может каждое учреждение иметь лабораторию на современном уровне, не может каждое учреждение иметь диагностическое оборудование, которое соответствует требованиям. А пациент у нас, он одинаковый для, вот он живет в районе, он одинаковый, имеет право на одинаковую медицинскую помощь, где бы он ни приживал. Он так же дорог для всех нас, как житель Щелковского района. И поэтому слияние в одно юрлицо вызовет только улучшение как функционирования учреждения, так и оказания медицинской помощи. Ни о каком закрытии медицинских учреждений речи не идет. У нас есть опыт уже по объединению и оптимизации, так как программа «Умная социальная политика». В Матичинском районе объединение прошло в 2012 году, в 2015 году начато и в этом году завершено в Королеве. Никаких сбоев, перебоев нет. Нет, учреждения работают еще лучше. Ну и я считаю, все-таки здесь в основном только преимущества. Хочу немножко поменять тему. Владислав Александрович, вы курируете не только медицину в нашем районе, но и, так скажем, фармацевтические учреждениями, ввиду аптеку и вообще обеспечения лекарствами больницы. И, соответственно, вопрос такой, насколько обеспечены наши жители, наши пациенты. Ну и в первую очередь, конечно, льготные категории населения теми лекарствами, которые им положены, так скажем, и в том числе бесплатно. Потому что я помню, буквально несколько месяцев назад были нарекания, что не хватает и вроде даже приходится покупать за свои деньги. Да, нарекания были. И не скрывая этого, и приходилось объяснять, и причина задержки связана, как вы понимаете, с проведением торгов, с тем, что аукционы не всегда отыгрываются сразу, есть задержки. Конечно же, это не дает нам права не доводить необходимые медицинские препараты, данные для нашего населения. Мы стараемся изо всех сил все-таки помогать и обеспечивать каждого, кто нуждается в этом. На настоящий момент все необходимые лекарства есть. Даже информация у меня по золодексу, что препарат поступил. Соответственно, управление лекарственным обеспечением сейчас будет осуществлять перераспределение препаратов всем нуждающимся, кто обращается. Есть у нас сейчас также и инсулины все. Есть все основные препараты, и противоосматические. Вопросы, которые возникают и которые задают сейчас, связаны в основном с тем, что препараты, которые я сказал, это препараты, так скажем, не торговых номинований, а фармакологической группы, то есть непатентованные номинования. И в основном сейчас мы в связи с санкциями перешли на отечественного производителя, расширяется эта база, причем, вы знаете, препараты нашего отечественного производителя идут не только не хуже, но иногда на порядок по качеству лучше. Заработала сейчас промышленность, ну и в общем-то нет худа без добра, как я сегодня прочитал, интересно, наши фермеры просят западную Европу и еще немножко продлить санкции. Вот, ну, поэтому мы видим подъем и нашей фармакологической промышленности, причем на качественно другом уровне. Но да, обращение есть. Связано это с тем, что у кого-то есть непереносимость, у кого-то привыкание к того или иного рода препаратов. Мы в индивидуальном порядке разбираемся с каждым случаем, потому что индивидуальная заявка по подтвержденной комиссионной потребности, она не отменена, осуществляется адресно уже на каждого пациента. Но все-таки мы стараемся и объяснять всем нуждающимся в том, что посмотрите, вот есть этот препарат, он есть, мы можем обеспечить. Мы проводим такую работу с нашими докторами, с эндокринологами, с онкологами, о том, чтобы меняли схему лечения, подбирали новую необходимую схему лечения, подбирали бы адекватное нормальное лечение, те препараты, которые есть, чтобы не ухудшать ни состояние пациента, ни, так скажем, делать опоздание в получении схемы лечения. И откровенно скажу, что сейчас это налаживается, в общем-то, есть понимание и со стороны населения, и со стороны граждан. Ну, а там, где, еще раз повторюсь, есть необходимость индивидуального подбора лекарственных препаратов, да, мы это осуществляем, и, в общем-то, помогаем всем, кто обращается. Выставка, что-то осталось буквально полторы минуты до конца программы. Хочу задать последний вопрос на сегодня. 8 октября у нас в районе прошла всеобщая бесплатная диспансеризация населения. Ну, для определенных возрастных категорий, 29-го, вот, ожидается. Еще одна, соответственно, для других возрастов. Вопрос такой, в общем-то, достаточно простой. Стоит ли идти на диспансеризацию, насколько она полезна, так скажем. Сергей Михайлович, и вам спасибо за этот вопрос, потому что необходимость проведения диспансеризации, она видна явно. Меня вот попросил районный онколог наш обозначить и довести до населения онконастороженность, внимательное отношение к самочувствию, лучше обратиться раньше и подтвердить, получить диагноз, что здоров, чем запустить заболевание. Просто возросло сейчас количество, вот мы выявляем на диспансеризации, случаев позднего обращения, когда уже процесс излечения требует серьезного и подключения, и оперативного лечения, возможно, и серьезных затрат. Диспансеризация – это возможность обнаружить заболевание на ранней стадии. Это возможность вообще избежать заболевания. Поэтому я, пользуясь случаем, обращаясь ко всем жителям Щелково района, пожалуйста, приходите на диспансеризацию. Учреждение делает сейчас адресное приглашение. Не ленитесь, не жалейте времени на это очень важное, прежде всего, для вас обследование. Наши специалисты подходят очень взвешенно, профессионально, досконально изучая состояние здоровья пациента, исключая вредные факторы, вредные привычки. Мы с вами вместе заинтересованы в здоровом образе жизни и в раннем выявлении. И вот 29-го, то есть в эту субботу мы проводим еще один единый день диспансеризации. В субботу, когда вы не работаете, наши учреждения ждут вас, приходите, пожалуйста, помогайте себе и нам. Большое спасибо, Владислав Александрович, за ответы на вопросы. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Напомню нашим зрителям, что в гостях у меня сегодня был начальник управления координации деятельности медицинских и фармацевтических учреждений номер 5 Минздрава Московской области Владислав Мерзонов. Это была программа «Диалог». Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»!